О налогах, вопросах волнующих славянцев и людях, ставших персоной года в нашей рубрике Телетайп новостей. В районной администрации прошло рабочее совещание по вопросу межведомственного взаимодействия по наполняемости муниципального бюджета. В числе приглашенных первые лица налоговой инспекции, судебных приставов и администрации. По данным финансового управления, в Славянском районе долги по имущественным налогам физических лиц превышают 100 миллионов рублей. Из них безнадёжными считается порядка 15 миллионов. 18 миллионов находится в работе у службы судебных приставов. Имущественные налоги – это один из основных источников пополнения бюджета в поселении. Потому от собираемости этих средств напрямую зависит благополучие населённых пунктов. Традиционно в последнюю субботу месяца, 28 апреля, глава района совместно со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации провёл расширенный приём граждан. В целом, вопросы, в решении которых люди просят помощи, касаются разрешения земельных споров, ремонта дорог и создания тротуаров. В здании шахматной школы в этот день пришли 36 обратившихся, 16 из которых принял лично Роман Синеговский. Уже 11-й год подряд редакция газеты «Заря Кубани» проводит конкурс читательского рейтинга «Персона года». Кто станет обладателем этого звания, в семи номинациях определяет аудитория издания. В этом году в номинации «Доверие земляков» читатели отдали предпочтение депутата ЗСК Виктору Чернявскому. Трудовая доблесть механизатора ЗАО «Приазовская» Татьяны Щеголевой также удостоена звания «Персона года». В номинации «Всегда на посту» читатели отдали предпочтение славянскому межрайонному прокурору Александру Фоменко. Персонами также были названы врач Анатолий Сосненко, руководитель спортивной школы по футболу Александр Антонюк и ведущая городского Дома культуры Анна Курская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова